Всем привет! Такой малобюджетный выпуск Турбо. Почему малобюджетный? Потому что пишу сейчас через веб-камеру себя, а не на обычную камеру со штатива, как обычно. Потом посмотрю, как получится. Хуже по качеству. Да, хуже. И начитываю на микрофон, поэтому будет шуметь. Ничего страшного. Игра Astyanox. Причем, я не знаю точно, как читается правильно. Ну вот, Astyanox. Даже англоязычные игроки, они не знают, как правильно читается название этой игры. Так вот, одной из игр, которые я так и не прошел в 90-е, был этот Astyanox. Впрочем, его название я узнал уже потом, ведь на картридже было написано, что это Golden Axe 4, а заставки были на непонятном для меня японском. Хотя я сразу просек, что это никоим образом не Golden Axe, приходилось называть его именно так. Как сейчас вспомню, приезжал на Лукьяновку к бабушке и играл там на братовой приставке, на небольшом, взятом в пункте проката в черно-белом телике. По-моему, он назывался Юность. Картридж был глючный. Некоторые уровни выглядели мешаниной квадратиков, тайлов и нельзя было разобрать, куда идти и куда прыгать. С грехом пополам, я добирался только до босса Медузы, и то сие получилось несколько раз. Как я узнал позже, в японской версии игры босс выглядит несколько иначе, чем в американской. Вот судите сами. Потом брат куда-то дел карты, и поиграть в игру снова мне довелось лишь два десятилетия спустя, уже в наше время. И вспомнилось то время прошлое и какой-то особый живой драйв, которым заряжена эта игра. Конечно, теперь у меня не вспотевали подмышки при сражении с боссами, но благоприятное впечатление от остеянок усилилось, и я с удовольствием прошел ее за два вечера. Босса Медузы Astyanex разработала компания Icom, основанная в 1988 году, вероятно, бывшими сотрудниками Jellico и Irim, а издателем выступила та же Jellico. Во всяком случае, компания Icom разработала версию игры 1989 года для аркадных автоматов, а годом позже вышел порт для NES, и кто его делал, толком не ясно. Причем сюжеты у версий совсем разные, да и график разный, и дизайн уровней тоже разный, да, и японская версия называется Lord of Kings. Завязка сюжета в англоязычной версии такова, обычный старшеклассник с необычным именем Astyanex попадает в другой мир, в страну Ремлию, он призван туда, чтобы спасти принцессу Роузбад, похищенную злым чародеем Блэкхорном. Игра обильно сдобрана межуровневыми мультиками, поэтому прохождение игры не выглядит простым перемещением из одной местности в другую, а ощущается развитием пусть не хитрого, но связанного сюжета. Уровни не повторяются. Разработчики решили не увеличивать даром протяженность игры. Уровни ровно столько, сколько нужно для сказки. Первый уровень поначалу кажется сложным, однако в нем просто плохой баланс. Вообще игра простая, и боссы в ней проходятся за нефиг делать, поскольку существует тактика, гарантирующая валилово боссов без лишних нервов. А вот некоторые мини-боссы доставляют больше хлопот, поэтому я лично стараюсь мочить их магией, а обычных боссов мочу обычными ударами. Сила удара зависит от полоски удара. Чем чаще вы бьете оружием, тем более не успевает восстанавливаться эта полоска, поэтому выгоднее бить реже, но сильнее. Однако некоторых мини-боссов удобнее бить частыми ударами, загоняя в уголы экрана. Магия переключается джойстиком вверх-вниз при нажатой паузе. Это я обнаружил только дойдя до последнего уровня. Последний уровень самый сложный. Во-первых, там есть хитрые двери. Чтобы войти в дверь, надо встать в ней и долго удерживать вверх на джойпаде. Одни двери ведут назад, другие позволяют таки продвигаться вперед. Хотя перед этим уровнем дается совет, мол, будут подсказки, в какие двери заходить, я так в подсказках и не разобрался и выяснял нужные двери методом тыка. Потом вам предстоит сразиться последовательно со всеми встреченными ранее мини-боссами, причем без каких-либо пополнений жизни или магии. Это коварно. Пополнявку же дадут только перед последним боссом. Эта игра запомнилась мне в 90-е своей живой, крупной графикой и классной музыкой. И вот так засела в голове, что я наконец решился ее пройти. И так понравилось, что сделал о ней передачу. Всем пока! С вами был Петр Семилетов. Передача ТУРБО!